Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любящие чтение Слова Божия. Мы продолжаем с вами изучение послания апостола Павла Галатом на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим пятую главу. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Мы видим, что апостол Павел на протяжении всего послания Галатам, Галатийским церквам, пишет на эту тему о рабстве и иге Ветхозаветного закона. Свобода и рабство. Как сочетаются два этих слова? Почему же тогда, если апостол здесь пишет и не подвергайтесь опять игу рабству, сам он о себе во всех посланиях, может быть, за исключением послания апостола Павла к евреям, везде пишет «я раб Господа Иисуса Христа». Как же так? Он говорит о себе, что он раб и в то же время свободный. И вот в том, что апостол Павел пишет и в другом месте. «Доброе, которое хочу делать, не делаю, а злое, которое не хочу делать, делаю, потому что во мне лежит закон греха». То есть апостол Павел указывает на то, что в каждом человеке есть эта порча и зараза первородного греха, которая влечет человека не к свободе, а к рабству. И поэтому апостол как бы здесь говорит «не хочу, чтобы воля моя, то есть вот эта воля моих страстей, она давлела надо мной. Поэтому я хочу быть, работать, то есть Богу, который есть добро, любовь, милосердие, сострадание, и быть рабом Ему, чтобы... Мы знаем, что раб он не свободен, и поэтому апостол Павел хочет быть свободным от страстей, дабы не давлели над ним страсти». Поэтому он называет себя рабом свободы, рабом Божьим, потому что за рабство принимает влечение греха и влечение страстей. И далее он пишет. «Вот я, Павел, говорю вам, если вы обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. Еще свидетельствую всякому человеку обрезывающимся, что он должен исполнять весь закон». Снова мы видим, что продолжается эта тема, потому что тогда только обращенные недавно из иудаизма христиане, они проповедовали, что весь закон не обязательно соблюдать. Все, что сказано в Ветхом Завете о мгновении и прочее, жертвоприношения, всесожжения, они как бы это принимали. Да, это вот Христос принес жертву для нас. Но вот обрезание обязательно, потому что Авраам был обрезан, это был Завет. И то есть они как бы выборочно брали что-то из закона и говорили, что вот это надо соблюдать. А подобным образом поступают сегодня люди, так называемые самоидентифицированные христиане, то есть те, которые так называемые христиане без Христа. Они что-то тоже берут из Священного Писания, только теперь уже Нового Завета, ставят это во главу угла, перефразируют. Ну, например, баптисты там берут в большей мере и говорят о обязательном полном погружении, иначе без полного погружения крещение не будет считаться крещением. То есть обрядовую сторону, в общем-то, в Крещении, в таинстве Крещения, они ставят во главу угла. Адвентисты седьмого дня, у них там суббота, почитание субботы, они берут из контекста, вырывают из контекста Священного Писания и учат о субботе, что вот это верный знак, и все должны соблюдать субботу, верный знак тех, кто следует за Христом. Например, скажем, 50-ники, неопидесятники, все харизматические движения во главу угла берут крещение Духом Святым и говорят, что вот надо говорить на каких-то там голосолалиях, так называемых языках, которые никому не понятны и неизвестны, искажая тем самым, мы видели многие тексты, когда изучали в своем послании апостола Павла к Коринфянам, искажая многие тексты о благодати Святого Духа, дарованной апостолам в день Пьедесятницы, когда апостолы заговорили на иностранных языках, они говорят, нет, это были не иностранные, это были еще вот такие вот духовные некие языки. То есть каждая какая-то организация, она такая, в общем-то, сектантского пошиба, она берет какой-то текст из теперь уже Нового Завета, как иудеи тогда вырвали из контекста всего закона одно правило обрезания и начинает смущать, в общем-то, христианский, так можно сказать, мир, то есть называя себя христианами, но не находящиеся в единении с Церковью Божией. На самом деле, то, что сейчас сказано, это не упрек, это снова повторю, это скорее попытка достучаться до сердец этих людей, дать им это понимание, что только в полноте, только в Духе Святом, который с дне Пьедесятницы с апостольской преемственностью почивает в Церкви Божией, можно воспринять Христа в присущем им свете, а не в каких-то обрывках текста священных, вырывая из контекста текста священного Писания. И далее апостол продолжает, вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Действительно, если человек ищет в каких-то внешних действиях, будучи в христианской среде, в каких-то внешних действиях оправдания, помимо Христа, то он, в общем-то, отпадает от Христа. А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры. Во Христе Иисус не имеет силы ни необрезанной, ни необрезанной, но вера, действующая любовью. Вы шли хорошо, пишет апостол. Кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине? Такое убеждение не от призывающего вас. Малая закваска заквашивает все тесто. Видим, что апостол снова обращается к этим иудействующим тогда, и заставляющим исполнять Ветхозаветное предписание об обрезовании, и говорит, что малая закваска. То есть, если даже что-то такое, казалось бы, незначительное, оно может испортить все тесто. Я уверен, говорит о вас в Господе, что вы не будете мыслить иначе, а смущающий вас, кто бы он ни был, понесет на себе осуждение. Это очень важные слова, как говорит об этом Спаситель в Евангелии. Если кто соблазнит одного из братьев, моих меньших, то тот лучше бы и не родился, лучше бы повесить в жерновый камень на шее и утопили. Почему? Потому что если он не родился в эту жизнь, он не родится и в жизнь будущего века. То есть, такого человека просто нет. Родиться в жизнь будущего века можно по-разному. Можно родиться во Христе Иисусе, если человек возрожден здесь Духом Святым, через святое крещение, через исполнение заповедей, и самое главное, веру, держащую веру Христову. А можно родиться также в вечность, но тот, кто не стяжал благодательства Духа, в вечность другую. Где будет ад и где будет, как сказано, червь неутомляемый и пламя неугасимый, скрежет зубов. Поэтому здесь апостол предупреждает соблазнителей, то есть смущающих вас. «Зас тоже гонит меня, спрашивает он, братья, если я теперь проповедую обрезание. Тогда соблазн креста прекратился бы». То есть апостол здесь как бы снова не то чтобы оправдывается, а констатирует факт, потому что о нем говорили о том, что он якобы проповедует и против обрезания, но сам, в общем-то, за это. То есть его дела расходятся со словами. И часто приводили историю, когда апостол Павел, помните, обрезал Тимофея ради иудеев. Но он это сделал не ради иудейского закона, как сказано, а ради иудеев, чтобы они его слышали и слушали. Этой историей мы еще с вами коснемся. И вот что же такое «я теперь проповедую обрезание», говорит апостол Павел. И что такое слова «тогда соблазн креста прекратился бы». Вот что по этому поводу пишет Светлян Златоуст. Цитата. «Так как на него воздвигали клевету, будто он сейчас соблюдает иудейские обряды, о чем уже и было сказано, и проповедует не обрезание, притворно, то посмотри, как он показал себя чистым от этой клеветы, призывая в свидетелях их самих. Вы и сами знаете, — говорит он, — что причиной гонения на меня было то, что я повелеваю оставить закон. А если бы я проповедовал обрезание, то за что бы стали меня преследовать? Ни в чем другом, кроме этого иудействующих, не могли обвинить меня». Что же, не проповедовал ли он обрезание? «Не обрезал ли он Тимофея?» — спрашивает Иоанн Златоуст и приводит Деяния апостола в 16 главу. «Обрезал, конечно». «Как же в таком случае, — говорит, — не проповедую?» «Заметь, и здесь его осмотрительность. Он не сказал, я не совершаю обрезания, но не проповедую». «Видите?» «То есть не учу так верить, и ты не должен брать моего поступка». «В утверждении догматов. Я действительно обрезал, но не проповедовал обрезание». «То есть это был исключительный, единственный случай. Есть как бы исключение из правил, какие-то ради дела благовестия. Но это не правило, это не догмат, а это исключение». «Тогда, — пишет, — соблазн Креста прекратился бы». Что это значит? «Это значит, если верно то, что вы говорите, то преграда, — продолжается Иоанн Златоуст, — и вражда, разделяющая нас, уничтожена. Иудеев соблазняет не столько Крест, сколько учение не следует отеческому обычаю. И когда они привели Стефана в Синедрион, не говорили, что он почитает Распятого, но что он говорит хульные слова на место это и на святой закон». Иоанна 6, 13. «Да и самого Иисуса они обвиняли в том, что он разоряет закон». Иоанна 5, 16. «Вот почему Павел говорит, если мы допускаем обрезание, то прекратилась бы борьба с нами, нет более никакой вражды против Креста и проповеди. А назвал он это соблазном Креста потому, что и учение о Кресте повелевает оставить отеческие обычаи. И что это именно повеление преимущество и соблазняло иудеев, и служило препятствием к принятию Креста». То есть святитель Иоанн Златоуд замечает очень важную вещь для нашего понимания, что они не столько там пеклись даже о Христе, о спасении, сколько были настолько прилеплены к своим обычаям, даже не обвиняли и не хулили их за Христа, а были прилеплены к своим обычаям и своим традициям, что ставили в упрек апостолам лишь то, что они сквернили, и говорили хульные слова на святое место и прочие вещи. То есть не видя за этим Креста и спасения Христовым. Так бывает часто и в нашей среде, когда мы чрезмерно придаем значение каким-либо святыням. Казалось бы, что плохого, когда привозят какие-то мощи святых? Конечно, хорошо, это доброе дело и в миссионерском служении приложиться к благодати Христовой и к святости. И огромные очереди, мы видим, стоят в храмах Христа Спасителя и прочее. И вот как было бы хорошо, хотя это уже и делается, я знаю, но было бы хорошо и продолжать это дело, объяснять людям, что вот в такой очереди хорошо бы стоять на причастии святой, к святой чаше, когда совершается Евхаристия. А потом надо сказать, что эти мощи, в которых стоят такие большие очереди, они, в общем-то, есть во многих храмах, но к ним не подходят, а здесь вот как бы такой вот какой-то ажиотаж. И здесь придается больше значения именно мощам святых и святому месту, чем самому Христу и осмысляется дело нашего спасения. Поэтому, снова повторю, хорошо бы было, чтобы дальше продолжалось это разъяснение, как и сейчас. Я знаю, в семинарии Сретенской академии, Спережинской семинарии ходят и студенты, и в этой очереди они объясняют, разъясняют значение мощей, значение святых, таинств и прочее. Вот у иудеев был такой же соблазн. Они перестали замечать Христа, но вся их религиозная жизнь, она склонялась даже и самого Бога, вся их религиозная жизнь, она склонялась именно к самому месту, так называемому, который они считали святым. Далее мы читаем с вами. «Ой, если бы были удалены возмущающие вас», пишет апостол Павел. И 13 стих. «В свободе признаны вы, братья, только бы свобода ваша не послужила поводом к угождению плоти, но любовью служите друг друга». Очень важные слова. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя». Святитель Иоанн Златоуст пишет толкование на эти слова, цитата. «К свободе призываю, братья, только бы свобода ваша не была бы поводом к угождению плоти». Здесь апостол, кажется, переходит к красной части послания. Но в этом послании он допускает некоторую особенность, каковой нет ни в одном из других посланий. Все другие послания он обыкновенно разделяет на две части, из которых в первой рассуждает о догматах, а в последней излагает правила жизни. Между тем, как здесь, перешедший к нравственному учению, он после опять присоединяет к нему учение догматическое. И это потому, что нравственное учение опять имеет нужду в догматическом, в борьбе с манихеями. Манихея — это была такая ересь, которая говорила о том, что свобода — это как раз когда нужно вредить в своей плоти. То есть чем больше ты плоть уничижаешь, это одно было из учений и манихеев, тем лучше, потому что плоть нужно уничижать, она ничего не значит, и чем больше мы грешим, тем лучше мы быстрее освобождаем дух. И затем апостол указывает, продолжается, и способ, посредством которым легко можно достигнуть этого, то есть чего? Любить и служить друг другу. Какой же способ, чтобы любить ближнего своего? Какой это способ? Любовь, говорит, служите друг другу. Снова здесь он дает понять, что причиной их заблуждений были честолюбие, несогласие, любоначалье и гордость, так как мать ересей есть страсть властолюбие. Очень хорошо сказано. Мать всех ересей, мы привыкли, что слышишь, что гордость, а вот свидетель Анселтова говорит, да, он говорит и гордость, но и говорит, что мать всех ересей есть властолюбие. А укоряя здесь вот этих, только недавно обращенных в христианство иудеев, что они не ради, не пеклись о спасении людей, а удовлетворяли свое, что тщеславие, и желали властвовать. И далее продолжает свидетель Анселтова. И словами «работайте друг другу», то есть «служите друг другу», он показал, что это зло произошло именно от тщеславия и гордости, а потому представляет и соответственное врачество. Так как вы разделились между собой вследствие желания властвовать один над другим, то служите друг другу, и таким образом вы опять соединитесь. Конец стат. Слышите, братья и сестры? Для того, чтобы уничтожить эти, уврачевать гордость, тщеславие, желание властвовать, необходимо служить друг другу любовью, как и говорит он. Ибо весь закон в одном слове заключается. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Помните преподобного Руси Оптинского? Он так и писал в своих письмах. Он говорил, а ему пишет, значит, чья-то духовная, «я не могу служить, но не люблю я этого человека. Как я ему буду служить?» Сказано, служите любовью, а я его не люблю. И он ей пишет и дает совет. «Служи делами любви, хотя бы пока его и не любя. И служа делами любви, ты потом научишься любить. И поймешь, что из благодати Христова, что и Христос возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. А за что нас было любить? Мы грешники. За что любить человека грешного? Так апостол Павел к этой теме и перейдет. То есть и так, подражая Христу, говорит, и ты люби грешника, и служи делами любви, хотя бы без любви. И потом эти дела любви, они у тебя будут уже и по любви. Мы думаем мыслями своими. Как это возможно? А вот надо не думать, а постараться сделать. Потому что некоторые наши думы и некоторые мысли, они могут быть нам понятны только тогда, когда мы осуществим их в практике. По-другому никак. Вот это к этому призывает апостол Павел. И мы читаем далее. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегите, чтобы вы не были истреблены друг другом. Ну, действительно. Если мы друг друга только так. Ах, ты мне слово, я тебе два. И посмотрите, он не пишет, что только угрызаете, но еще и съедаете. Есть такая заповедь. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. Но часто бывает так, что она, к сожалению, в наших действиях звучит по-рубому. Сожри ближнего твоего, иначе ближний сожрет тебя. И человек думает, вот при каждой неудаче надо давать сдачи, никакого смирения, никакого терпения. Апостол предупреждает, что таким поведением мы просто уничтожим друг друга. Каждый хочет, чтобы, например, наступили мне в метро на ногу. И каждый человек ждет так вопросительно. И когда видит друг друга, ой, извините. Ну, ничего страшного. Понимает, что это не специально сделано. Но каждый хочет услышать, прости, извини. Но не каждый хочет сказать, извини, прости. Вот это вот очень важно. Очень важно тоже понимать, поэтому апостол здесь и предупреждает. Чтобы вы не были истреблены друг другом, если согрызаете и съедаете друг друга. Блаженный Феофилак болгарский пишет по этому поводу следующее. То, что знает за верное, вызывает под сомнением и следует за тем выражение. Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Опасение и предостережение, звучит в словах апостола Павла, а не осуждение. Не сказал просто, выгрызаете, что свойственно гневу, но прибавил, съедаете, что служит проявлением крайнего зверства. Этим указывает и на испорченное учение, подразумевает также козни друг против друга, хищничество и любостяжание. И так как они, причиняя зло и строя козни, думали только вредить другим, то он говорит, смотрите, чтобы против вас самих не обратилось это дело. «Известно, что грех, в общем-то, это бумеранг», который человек запускает, если на уровне лба, то вот чуть зазевался на уровне лба, он и прилетит. Поэтому будем помнить нехорошие пословицы, которые есть, как аукнется, так и откликнется. Поэтому как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте с другими. Многие люди, кстати, эти слова понимают неправильно. Они думают, я поступаю с ним хорошо, он с вами плохо. Не сказано, что как хотите, чтобы с вами поступали, так и с вами будут поступать. Нет. Сказано, как хотите, чтобы с вами поступали. То есть видим, что так и вы поступаете с другими. Не ожидая ничего от людей, никакого обратной благодарности, ожидая благодарности, награды от кого? Тот, кто богат всей милости и благодарности, это кто? Это Бог. Чего от человека ограниченно можно ожидать? Ну, хорошо, достаньте конфетку когда-нибудь, или там дверь откроет, когда ты будешь выходить или выходить. Это человеческое. А если Бог захочет нас вознаградить, вот от кого надо жать награду. Поэтому если мы получили уже от человека, тогда не стоит уже от Бога ждать. Мы уже получили все, воздаяние и удовлетворились. Поэтому никогда не ждать от людей. Это очень важно. Это очень важно, потому что часто из-за этого бывает недопонимание. Я к нему так вот всей душой, да, он ко мне всем известным местом. Не надо этого делать, чтобы не постигло нас уныние. Потому что во взаимной благодарности мы что ищем? Скажу, почести. А знаете, что пишет преподобный Исаак Сирин? Он пишет так. Ищущие себе почести не будет иметь недостатка в печали. Помните, как проводил эти слова? Ищущие себе почести не будет иметь недостатка в печали. Далее. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы. Это точно. Поэтому апостол Павел хочет быть рабом Божьим. Почему? Свободным рабом. Чтобы не быть увлекаемыми этими похотями. Чтобы Бог его отградил от этого. От самоволи. Поэтому молимся. Отче наш, да будет воля твоя, а не моя. Мы хотим подчинить волю Божию. Потому что она безгрешна, она бесстрастна. И мы хотим и стремимся к этому. Поэтому и рабствуем Христу, если хотите. В свободе. Но если кто-то этого не понимает, я скажу, это понять просто так умом невозможно. Это нужно проверять на практике. Стараться хотя бы делать какие-то попытки. А если кто-то это не понимает и не верит в это, ну, тут, можно сказать, может быть, словами даже Алексея Степановича Хомякова. Он говорит так, что есть такое добросовестное неверие по недоразумению, так он выражается. Очень емкое высказывание. Действительно. То есть по недопониманию. Ну, добросовестное неверие. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Пребридеяние, блуд, нечистота, непотребство, идуслужение, волшебство, вражды, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласие, соблазни, ереси. Вот какой букет невкусно пахнущий. И далее пишет. Ненависть, дела плоти, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, то есть предупреждаю, предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающий так царствие Божие не наследует. Здесь в большей степени весь этот перечень апостол Павел обращает уже, скажем, не к иудеям, хотя и зависть, да, и ереси к ним тоже, но и до услужения и прочее. И ереси, это он обращает больше пьянства и там, что тут можно еще, волшебство, да, в большей степени к язычникам, которые были обращены к христианству, которые снова возвращались, как пишет апостол, как пёс возвращается, да, как сказано в Иоанна Ильича, как пёс возвращается на блевотину свою. Вот этого не надо делать, да, как говорится об этом Новом Завете, да, что как пёс возвращается на блевотину свою, то есть человек, который уже отошел от этих, а потом опять возвратился. И вот это, вот это, от этого предупреждает. Царствие Божие, говорит, не наследует, это не просто нравственный закон, да. Это закон, закон, ведь всякий, кто предается этому, этим страстям написано, что эти люди отпадают от Царствия Божия. Далее говорит, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, таковых нет закона. Действительно, на людей, которые стремятся к этому и стяжали бы дать веры, милосердие, благость, это и есть, по сути, сам закон. Любовь, творя дела любви, радуясь во Христе, неся мир блаженный, да, миротворцы, долготерпение, это уже качество любви. Благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, таковых нет закона. Они исполняют все эти правила. Они исполняют это правило из-за любви к Богу. Но те, которые Христова, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг друг завидовать. Интересно, что апостол Павел заключает этими словами друг другу завидовать. Друг друга раздражать, тщеславиться. Если духом живем, то по духу и поступать должны. То есть необходимо действовать так, как говорит об этом Святой Евангелие. Как говорят об этом заповеди Божии. Духом. Потому что помните же эти слова, спасители. В Нагорной проповеди, 6 глава. Если сейчас я помню Матфея, по-моему, 6.22. Проверить, может, не так. Где он говорит, если око твое чисто, то и тело твое светло. А если око твое темно, то и тело твое темно. Но под око здесь подразумевается, как пишут об этом и Афанасий Великий, и святитель, и преподобный Макарий Египетский, и другие отцы, и учителя церкви. Око — это ум, а тело — это душа. Поэтому если твой ум светел и чист, и он напитывается и насыщается духом Божьим, размышлением о Боге, чтением Священного Писания, отцов церкви, если ум твой пребывает в этом, к чему призывал и преподобный Серафим, ум должен как бы плавать в святых Евангелиях, то тогда и душа твоя светлая чиста. Поэтому для того, чтобы поступать по духу, необходимо сначала понять, а как это по духу поступать, к чему призывает и преподобный Макарий Великий. Сначала каждый человек имеет предначинание, и его взыскует Бог. Поэтому человек должен сначала понять, поняв возлюбить, и предначать волю. Чтобы поступать по духу, то есть предначать волю, необходимо сначала осмыслить, не так там сидя и мечтая, глядя в облака, а взглядываясь в тексты Священного Писания, в святоотеческое толкование. Сегодня все есть для этого, в разном виде. Пожалуйста. И в печатном, и в электронном. Как только хочешь. Аудио, видео. Пожалуйста. В разных форматах. Все есть. Нет только чего. Нашего желания. И произволения. Чтобы перешагнуть. Что? Да, той, о которой говорят, что она родилась прежде тебя. Лень, говорит, матушка, родилась прежде тебя. Вот это единственная причина. Но только стоит себя заставить, вот как сказано, Царствие Небесное усилием берется. И прилагающие усилия восхищают его. Надо только себя заставить. Вот попробуйте. Пять минут. Ну, пять-семь минут. Взять, открыть Евангелие, начать читать. Увидите, что сначала будет как-то со скрипом. Ой, мне столько дела. Я тут за Евангелие засел. И все. И время пошло. И когда ты считываешься в строке Священного Писания, то время так летит, что ты его не замечаешь. А почему не замечаешь? Потому что мы прикасаемся к вечности. Поэтому и тогда только наши дела. Да, и тогда только вера делами достигнет совершенства. И тогда только мы будем поступать по духу. Но прежде нужно знать, как поступать. Вот к чему призывает апостол Павел. И тогда, говорит, не будет этого всего. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг друга завидовать. В общем-то, на что мы тратим наше время? На зависть, на раздражение друг к другу, на тщеславие, я, не то, что те. Вот о чем эта глава достаточно поучительна, достаточно содержательна, к чему призывает нас апостол Павел. И предупреждает, что дела, вот можно свои плоды увидеть. Есть ли любовь плоды духа, то есть, есть ли у нас что-нибудь, есть ли радость, есть ли мир, есть ли долготерпение, милосердие, вера, крутость, воздержание. Так пишет об этом. Вот, пожалуй, то, что нужно было сказать сегодня на пятую главу послания апостола Павла к Галатам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok